Приветствую, коллеги! Пара минут любопытной и познавательной информации из мира автомобилей от ОМЗАП. Несмотря на все драматические перипетии, происходящие на автомобильном фронте, прошу прощения, рынки в России, многие автовладельцы продолжают интересоваться, какие инновационные продукты в автомобилестроении разрабатывают наши корейские друзья из автоконсервной Hyundai. У многих еще свежи воспоминания, какими были корейские автомобили 25-30 лет тому назад. Самый успешный и популярный автомобиль Hyundai в те годы – Sonata. Был почти точной копией Ford'a Cartina. Напомню, что в начале своего пути автоконсервн Hyundai производил по лицензии автомобили марки Ford и очень долго не мог наладить производство собственных автомобилей. Стоит отметить, что общий рост южнокорейской экономики послужил катализатором крупномасштабного передела производства и создания собственных технологий. С начала 2000-х годов Hyundai сделал огромный стремительный скачок в светло-технологическое будущее. Сейчас доля мирового рынка по производству автомобилей у корейского автоконсерна более 9%. За 20 лет прогресс огромный, согласитесь. Более всего он заметен на моделях серьезных весовых категорий. Тот же Genesis смог пододвинуть большую немецкую тройку и урвать часть рынка премиальных кроссоверов в Европе и США. Также продажи электромобилей Hyundai за последний год значительно выросли. Они смогли занять шестое место по итогам 2022 года в мире и перегнать BMW, GAC и Cherry, продав 320 тысяч штук. Hyundai планирует инвестировать 85 миллиардов долларов до 2030 года в производство электромобилей. Эти средства будут направлены на разработку архитектуры новых модульных платформ, разработку новых технологий электрофикации сети. Это касается, например, новых аккумуляторов и расширений производственных мощностей. В настоящее время компания производит электромобили на своих заводах в США, Южной Корее, Чехии и Индии. Hyundai ожидает, что благодаря новой стратегии более 50% автомобилей, проданных в Южной Корее и США и Европе к 2020 году, будут полностью электрическими. Давайте вкратце ознакомимся, что сейчас можно купить экологичного и технологичного у Hyundai KIA. Электрокар Hyundai IONIQ 5 стал одной из самых громких новинок 2021 года. Передовые технологии, оригинальный дизайн, необычный салон, максимальный уровень оснащения Hyundai пошел ва-банк. Электромобиль Hyundai IONIQ 5 должен был стать родоначальником отдельного бренда IONIQ, указать вектор будущего развития компании в производстве электромобилей. Но что-то пошло не так, и бомба оказалась миной замедленного действия. Только спустя два года Hyundai представила стримлайнер IONIQ 6, все так же под брендом Hyundai. Номинальная Hyundai IONIQ 6 – это седан, но столь динамичный облик и обтекаемый кузов требует нового определения. Можно говорить, четырехдверное купе. Концепт был спроектирован в 2020 году. Серийная версия Hyundai IONIQ 6 вышла летом 2022, а к весне 2023 ее представили широкой публике. Дует IONIQ круто, разгон до первой сотни менее 5 секунд, но самое интересное в нем, как всегда, невидимые инновации. Если IONIQ 5 ехал тихо и мягко, то IONIQ 6 четко и собрано. О, меня устраивает, подхватывает хорошо. Да больше мощности не надо, и так справляется. В разговоре о конструкции Hyundai IONIQ 6 мы еще не раз вспомним Hyundai IONIQ 5. Вкратце пройдемся по основным характеристикам. Все та же платформа EGMP. Возможность гибко варьировать размеры и тип кузова задний или полный привод. Два аккумулятора, 55 или 77,4 кВт час. Кроме того, данная техническая архитектура создана под рабочее напряжение 800 вольт, что означает возможность быстрой зарядки постоянным током мощностью до 350 кВт. Также поддерживается быстрая зарядка с напряжением 400 вольт. Эти зарядные станции сейчас более распространены. Предусмотрена возможность зарядки переменным током мощностью от 11 кВт. Тогда полная зарядка аккумулятора на 53 кВт часа займет 5 часов, а батарея 77 кВт часа потребует 7 часов. Среди других особенностей можно отметить технологию V2L. Возможность питать внешних потребителей от аккумулятора электромобиля. Аккумулятор можно подзарядить от 10 до 80% всего за 18 минут. В городе электромобиль Alonix 6 потребляет минимум 14-15 кВт на 100 км пути, что дает ему запас хода в 500 км. Это почти в идеальных, но все-таки реальных условиях. Однако, как только вы расслабитесь и перестанете думать о расходе, получите 18-19 кВт часов на 100 км в городе. А если будете частенько активно нажимать на акселератор, то и вовсе выйдет хорошо за 20 кВт плюс часов на 100 км. Поэтому в режиме «еду как хочу» аккумулятора по городу хватает на 300-350 км. На трассе при скорости 110-120 км в час можно преодолеть дистанцию 400-500 км. Как заявляют большинство автоэкспертов, Alonix 6 – самый впечатляющий электромобиль, вобравший в себя передовые инновационные технологии в современном автомобилестроении. Также недавно был представлен большой семиместный Alonix 7. «Ожидается, что Alonix 7 будет иметь конкурентоспособную цену в диапазоне от 50 до 60 тысяч долларов, что сделает его сильным конкурентом другим полноразмерным внедорожникам, таким как Raven R1S, Volvo XC90 или Tesla Model X. Alonix 7 будет иметь уникальный стильный дизайн. И хотя детали интерьера пока до конца неизвестны, ожидается, что не все футуристические особенности концепта будут реализованы в производстве из-за стандартов безопасности. Тем не менее, он, скорее всего, будет иметь три ряда сидений. В салоне будет установлен мини-холодильник и стеклянная крыша». Младший брат Hyundai Kia представил флагманский электрофроссовер EV9. Автомобили еще далеко до статуса бестселлера на нашем рынке. Напомню, что продажи корейских автомобилей на российском рынке на протяжении последнего года значительно сократились. И думаю, эта тенденция будет в ближайшее время сохраняться. Сейчас машина официально продается только в Южной Корее, но с недавнего времени ее стало возможно купить и в России. Несколько крупных дилеров возят ее по параллельному импорту. Kia EV9 – это самый большой автомобиль компании, построенный на электрической модульной платформе EAGMP, той же платформе, как и вышеупомянутый AONIQ 7. Его длина составляет более 5 метров, ширина 2 метра, а высота 1,7 метра. По габаритам батарейный кроссовер близок к внедорожнику Kia Mohawk. Южнокорейское пресс утверждает, что на местном рынке EV9 не пользуется высоким спросом за свои завышенные цены. За автомобиль там просят от 73 миллионов вон, около 4 миллионов рублей. Но в России машину оценили гораздо дороже. Минимальная стоимость электрокросовера Kia на нашем рынке составляет более 8 миллионов рублей. Нам с вами, владельцам уже не молодых корейских авто, остается надеяться на автотор. Руководство Калининградского завода заявило, что намерено реализовать проект по аремонторизации поддержанных машин. Специалисты заменят силовой агрегат с ДВС на энергетическую установку. Автотор планирует превращать в электрокары и газомоторные автомобили те модели, которые когда-то собирались на их мощностях. Стоимость услуги озвучена в районе 100 тысяч рублей, без учета запчастей. Единственный вопрос, кто и где будет брать машинокомплекты для переоборудования. Думаю, стоимость этих электромоторов, коммутации, аккумуляторов будет значительной. И, наверное, желающих найдется немного на данную услугу. Главное, чтобы не получилось, как всегда. Обычно искали свет в конце туннеля, а нашли счет за электричество. На этом у меня все. Жду ваших комментариев, лайков. Ждите новые выпуски. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok